Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций и обеспечение пожарной безопасности. Сегодня эту тему обсуждали на заседании в Доме правительства Республики под руководством первого заместителя председателя правительства Хызыра Чекуева. Альбина Ламкова продолжит тему. Открыл заседание комиссии по предупреждению ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности первый заместитель председателя правительства Карачаева Черкесии Хызыр Чекуев. Рабочая группа составила из глав сельских поселений, руководителей структурных подразделений администрации и ведомств республики. Впереди лето. Естественно, не за горами купальный сезон, но он привлекает большое количество людей, особенно детей и подростков, что повышает риск несчастных случаев на воде. А чтобы избежать бедствия, для защиты и здоровья граждан необходима организация безопасного пребывания людей на водных объектах и местах их массового отдыха. Деятельность подразделений главного управления МЧС России направлена на выполнение задач в области государственного дозуга надзора за маломерными судами, базовыми сооружениями для их стоянок, пляжами и обеспечением безопасности людей на водных объектах в пределах своей компетенции. На сегодняшний день на учёте в главном управлении МЧС России по республике состоит 6 пляжей для массового отдыха людей. Сергей Кравченко отметил, что проведённый анализ трагической статистики гибели людей на водных объектах показал, что в большинстве случаев бедствие произошло в местах, не оборудованных для купания. Конечно, необходимо следить за детьми и запрещать им нахождение безвзрослых вблизи водоёмов, а также не употреблять алкоголь при отдыхе у воды. В скором времени в регионе начнут работать и детские оздоровительные лагеря. Основная задача – сделать отдых не только интересным, качественным, но и безопасным, отметила в своём выступлении министр образования и науки республики Инна Кравченко, сказав, что совместно с заинтересованными органами, а также организациями ведётся необходимая подготовительная работа. В этом году на территории нашей республики будет функционировать 110 детских лагерей. Это 101 лагерь с дневным пребыванием детей, что на 5 лагерей больше по сравнению с прошлым годом, поэтому охватить детей на 300 человек мы сможем больше. Два палаточных лагеря и 7 загородных лагерей. На территории республики в этом году планируется охватить оздоровлением и отдыхом около 12 тысяч детей, что на 3% больше по сравнению с прошлым годом. Средства на организацию питания в школьных лагерях в этом году увеличили. В ходе заседания рассмотрели вопросы о готовности республики к предупреждению чрезвычайных ситуаций, связанных с выпадением града. Обсудили содержание и сроки проведения профилактических мероприятий по защите населения, определяющие на основании прогнозов природной и техногенной опасности. Альбин Ланкова, Михаил Каракелян, Вести, Корчаева, Черкесия.